Добрый вечер, Алина Кеннадьевич, спасибо большое за доверие. У меня волнует вопрос такой, я замужем, двое детей, сейчас родился второй ребенок, ну, три года уже. Первый, он все из половины, первый класс сходит. И вот сталкиваюсь с тем, что, видимо, не хватает внимания, ревность, часто капризы, слов. Он несет тяжелую судьбу, этот второй ребенок ваш. Второй? Да, первый легкую, второй тяжелую. Вот, и я понимаю, что мне не хватает сил душевного терпеть. Да, потому что он несет тяжелую судьбу вашу. Ну, а как проблема с первым, что он учиться не хочет, отвечает, не дерзит уже. Первый или второй? Первый, первый. Как зовут первого, как второй? Дмитрий старший, 7,5, и Федор 3 года, 3 месяца. Ну, вот второй ребенок, он несет тяжелую судьбу. Вот, а с мужем я не могу это поговорить. Хоть и вам кажется, что первый. Может быть, из-за рождения второго он начал уставать, вот этот первый, то есть ему тяжело стало. Он начал уставать психически, капризничает и так далее. Молитва, понятно, помогает, но бывает, не хватает душевных сил. Идите в храм, идите на природу, идите к людям. У меня вчера приехал из другого города, у меня не было сил. Сегодня побежал в парке бегать, силы появились. Силы берутся откуда-то. Нет сил, заряжайтесь. Желайте всем счастья, заботитесь о ком-то, контактируйтесь с природой, ходите в храм. Духовные программы. Духовные программы дают силы. Да, все верно. А как реагировать, когда меня здесь никто не любит? Когда начинаешь его воспитывать? Кто? Старший. Старший, конечно, да. То есть что как правила поведения в обществе, в школе, ну какие-то вот такие банальные, что умываться надо там? Вот смотрите, вы просто, вот смотрите, каждый живет в своей скорлупе. И каждому человеку очень трудно понять другого. Ваш старший сын сейчас попал в период, в котором у него очень мало сил. Ему очень тяжело жить, даже жить просто тяжело. Просто жить тяжело ему сейчас. Вы этого не понимаете? Вы переживаете? Нет. Вы с него требования не снижаете, а требования с него требуете столько же, сколько обычно. И поэтому он говорит, меня никто не любит, не понимает, потому что ему жить тяжело, а требования такие, как были. Вам надо уменьшить в два раза требования. Пускай учатся хуже, меньше нагрузки, человеку очень тяжело жить. Это продлится еще 9 месяцев. А потом ему легче станет. Тогда можно нагрузки увеличить. Я просто переживаю, чтобы детей не использовались, да? Я знаю, как это сделать. Если вы будете продолжать эти требования, то вы этого ребенка сломаете. Он станет психически больным человеком. То есть он убирает игрушки, не чистит его? Дайте ему возможность спокойно жить. А зубы будет чистить по-любому. Просто вы на него не давите. Ну хорошо, я вам сейчас все объясню. Очень просто. Вот. Три дня назад вам было очень тяжело с утра. Если бы кто-то вас что-то заставлял делать, как бы вы среагировали? Я в храм поехал. Вы поехали в храм. Но если бы кто-то подошел, говорит, делай то в это время. Что бы вы сделали тогда в ответ? Мне бы неприятно было. Я только сказал. Вам было очень тяжело. Когда человеку тяжело психически, он не хочет никого видеть, ничего не слышать. Он не может приказы никакие выполнять. Это было у вас всего несколько часов с утра, три дня назад. А у него это сейчас длится уже пятый месяц. Каждый день. И вы этого не можете понять. Потому что мы каждый живем в своей скорлупе. Мы не видим жизнь другого человека. Я пытаюсь понять. Вот пытаюсь помочь. И все же жесткость мое эстетическое. Помочь означает дать человеку возможность восстанавливаться, не давить на него. Помочь означает не мешать. Иначе он станет просто агрессивным человеком, злым. Будет деградировать как личность. Он разочаруется во вас, во всех людях вокруг. И все. И станет просто дебилом. Поэтому добивается. У него же разум слабый. Он просто сейчас начнет протестовать против всего порядка, который существует. Откуда наркоманы, дети берутся, уголовщины, вся эта преступники. Они просто их ломают, родители. И потом они начинают бунтовать и жить уже по другим законам. Законам мести. Вы хотите такого сына себе? То есть мы снизили, что это правильно знали? Да, любить просто человека. Правильно сейчас это любить человека. Давать ему отдыхать, возможность восстанавливаться, жить. Скажите, муж у меня не общается, нет контакта с этим ребенком. Дима, она это тоже как-то. Федора Солуэта, а Дима никак. Старшего? Старшего. Пример пока, и все. Ну, потому что у нее тяжелая судьба. Чтобы целоваться, надо ему отдавать же. Энергию отдавать трудно. Вы целуетесь, значит. Он не всегда позволяет целовать. Кто? Муж. Ребенка не позволяет целовать? Ну, сильно, что ты его целоваешь? Ну, тайком целуйте, когда его нет. Вот смотрите, вы хотите, чтобы я вам дал больше силы жить сейчас. А вы должны, а вы должны сами эту силу в себе копить с помощью духовной практики. Подсказка уже есть. Вы сейчас от меня требуете силы. Хотите, чтобы я вам дал силы. А силы мне нужны для чтения лекций. Извините, вы как все чувствуете? Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ